Как выглядит летающий костюм Железного Человека? Где нашли неизвестную скульптуру Агюста Рудена? И почему по подиуму в Нью-Йорке ходили те, кому за 60? Смотрите в нашем обзоре. В Великобритании пассажирский самолет чуть не столкнулся с беспилотником. Экипаж уже подготовился к посадке в лондонском аэропорту Хитро, когда по правому борту появился восьмимоторный дрон. Он пролетел в 30 метрах от лайнера, что создало аварийную ситуацию. Оба пилота просто не успели среагировать. В этот момент дрон находился на высоте около 3 километров. В Британии закон разрешает поднимать беспилотники максимум на 122 метра. День боев подушками отмечают в Гонконге. Несколько десятков человек, захватив пуховое оружие, пришли в центр города. Бойцы оделись в пижамы и в костюмы известных мультяшных героев. Правила простые. Постараться никого не травмировать и найти в себе ребенка. Участники говорят, этот праздник – хорошая возможность выпустить пар и неплохо поразвлечься. День боев подушками отмечают в Гонконге уже седьмой раз. Британский изобретатель Ричард Браунинг продемонстрировал прототип костюма «Железного человека». «Дедал» позволяет знаменитому супергерою летать, оснащен шестью работающими на авиационном топливе ракетными реактивными двигателями. Два из них вранца, а еще четыре крепятся к предплечьям. С помощью «Дедала» можно лишь немного подняться над землей и полетать со скоростью бегущего человека. Теоретически, утверждает Браунинг, «Дедал» может развить скорость до 450 км в час. В Париже на ярмарке искусств представили гоночную арт-машину. Современный художник Гасс покрыл автомобиль Alpine A450 постельным бельем и разрисовал его. Говорит, все делал собственными руками. Из-за этого получил много порезов и синяков. Даже пришлось несколько раз обращаться к доктору. Машину он разрисовал в два цвета – белый и синий. На создание такого арт-объекта художник потратил более двух месяцев. В Нью-Йорке модный показ для пенсионеров. В роли модели – те, кому за 60. 25 дедушек и бабушек вышли на подиум, чтобы продемонстрировать разнообразие культур в своем городе. И ходили не только в современные американские костюмы, но и в традиционные – китайские, филиппинские и мексиканские. Перед показом моделям сделали профессиональный макияж и прически. Пенсионеры не просто ходили по подиуму, а развлекались и танцевали. Организаторы проводят такое шоу уже четвертый год. Говорят, красота должна быть доступна в любом возрасте. Во Франции представили неизвестную ранее работу знаменитого скульптора Агюста Родена. Статую «Я красиво» нашли в одном из домов престарелых в городе По. Эксперты предполагают, что 72-сантиметровый шедевр мастер создал в 1885 году под впечатлением от стихотворения «Красота» Шарля Бадлера. Это скульптура обнаженного мужчины, который поднял от собой свернувшуюся клубком женщину. С помощью Google Earth ученые обнаружили стену, которая опоясывает всю Землю. Мощное подводное сооружение тянется по дну океанов. Между тем, скептики считают, что снимки смонтированы в фотошопе. Мол, на изображении даже виден шов, образовавшийся в результате монтажа нескольких снимков. Авторы открытия все обвинения в подделке отвергают. Субтитры создавал DimaTorzok